Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, разработчик спиннингов Нарстрим. Это вторая часть нашей эпопеи в Самаре. С Василием мы пару дней плавили на твичинг. Если вы смотрели первую часть, результаты были, мягко говоря, не очень. Неутешающие. Это мягко, да. Значит, смотри, ситуация такая. Твичингом плавили достаточно. У меня есть новые пресс-серийные спиннинги, даже не спиннинги, а как бы удилище под бит-бейты. Значит, что? Две модели мы сейчас с тобой погоняем. Одна до 130, одна до 180 грамм. Вот я как раз до 130 с удовольствием плавлю. Оснастил на лове. Значит, что мы имеем? Коротко, чтобы ты понимал, на что акценты. В общем, ты сам понимаешь, что любая бит-бейтная палка – это сборник компромиссов. Что у нас должна делать бит-бейтная палка? Она должна работать с тяжелыми приманками. Но это как бы самый простой момент. Второй момент – она должна не напряженно кидать, там далеко-недалеко отдельные песни. Она должна иметь определенную длину рукоятки, чтобы было удобно все это держать. И самое главное, на мой взгляд, она должна делать две вещи. Она должна просекать, потому что крючки довольно крупные. Зачастую это 6-0 даже. Ну вот у меня, смотрю, у меня четверки стоят. Я себе оснастил. Вот. Крючки крупные, и чтобы два крючка такого размера вогнать в пасть, теперь, на мой взгляд, должен быть достаточно жестким. С одной стороны. С другой стороны, она не должна сливать. Угу. Вязать она однозначно должна. Вот. Она должна вязать рыбу. Это не первообразец. Угу. И даже не второй. Уже доведенные, да? Да. Как бы более-менее довели до ума до конца. Погоняем, попробуем. Может что-нибудь поймаем. Посмотрим. Может поймаем. Самое главное, что хотелось бы получить от тебя. Ты этого дела фанат. Плюсы я и так знаю. Ты мне минусы потом расскажешь. Договорились. Я еще добавлю пару нюансов, да? Которые должны быть у спиннига, да? То есть, тем, кто только собирается ловить, делает свой первый выбор. Мы должны понимать, что это очень толстые шнуры. Какая-никакая должна быть чувствительность. То есть, минимальная. То есть, посмотрим, что здесь есть. Следующее, на что хотел бы обратить внимание. Кирилл правильно сказал. Помимо того, что здесь у нас крючки толстые. Толстый шнур сильно парусит. Создается петля. Плюс у приманки большое лобовое сопротивление. И во время подсечки, по-моему того, нужно вбить крючок. Нужно сопротивление преодолеть. Нужно компенсировать петлю. Соответственно, гипер важна качество. Жесткость. Которая позволит нам на рывке. И, если вы видели, мы, наверное, сегодня продемонстрируем подсечку бигбейтовой палки. То есть, это не джиговая подсечка. Это совершенно другая подсечка. Ты вкладываешься там не ручкой, а предплечьем и спиной всаживаешь. Погоняем. Очень интересно. Ну смотри, с длиной я не оригинальничал. Я сделал длиннее, чем Тор. Тор у меня 2,40. Этот 84. Он 2,44 этот Тор. А этот у нас получается 2,53. Чуть-чуть подлиннее, но рабочая зона примерно одинаковая, но рука длиннее, чем на Тор. Это круто. Это на самом деле ручка. Давай пробовать. Угу. Потому что, как бы, 130 это примерно тест Тора. Вот это уже игрушка помощнее, 180. Я много чем ловил. Прям много чем. И скажу, что Тор это прям очень удачный спиннинг для ловли на бигбет. И вот интересно посмотреть. Я так понимаю, это младший брат будет? Это сильно младший брат. Ну, розница примерно там может быть 12-13. Ну, грубо условно там 10 чуть-чуть плюс. 10 плюс. Не хочется делать дорогую палку там аналог Тора условно говоря. Если он есть, зачем. Да. Не хочется поднимать планку по ценам. Естественно, пока это не косметика, ничего. Все будет немножко другое. Называться это будет Диктатор. Давай, короче, пробуем. Время. Интересно. Погоняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погоняем. Продолжение следует... Прошлись по классической глубине щучьей, 8-11, ни одной не увидели. Спустились на 12-13 метров, прям очень много рыбы. То есть такой совет тем, кто ловит, не надо зацикливаться на стандартах, что щука это до 10 метров. Особенно в различные периоды скачков давления, бывает она наоборот вверх влазит, бывает она наоборот опускается ниже. Так что надо проверять все. Сейчас проверим. Смотри слева еще. Хороший. Я понял. Еще раз подумал. Давай попробуем по другим углам. Что, в корму давай пущу ее? Давай. Давай. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Есть рыбка. Вот, смотри. Какая терпая. Репил. Репил. Так, надо просадить. Я уж не люблю, просто я ездил в травмпункты уже как раз. Так, мышка. Смотри, мышка сработала. Да. Вот такая вот рыбешка. Да нет, пятерка, пятерка. Пятерка. Пять не будет. Да пять, пять. Ну просто интересно. Так вот. В чем важный момент. Мы стараемся искать не одиночную щуку, а стаи. Потому что бывают, они стоят несколько штук. Чем больше их стоит, тем выше у них внутри конкуренции. Соответственно, тем больше шансов, что какая-нибудь из них будет приморка. Вот если есть вариант одиночная или стаи, однозначно выбираем стаи. Да! Давай, вот, подставь. На чё? Ну, на это. Будешь? На озонке. Да? Вот, смотри, 180 грамм. Нет, нет, это четвертая. Она вначале... Ну, в любой случай. А, она просто, видишь, как... Поделел, да? Да. Да, чуть помимо. Ну, в любой случай неплохо. Слушай, как тут у меня до этого было, что, 7, 10, а тут что? Самара, 4... Ну, пока, пока так, видишь. Нефиг тут выпендриваться. И так хорошо. Это вообще люди не ловят. Кому не позвоним. Ну, по сути, вот, за вчера кому не звонил, по-моему, одну всего лишь рыбу, что ли, поймали. Ну, да. Так что, начнем. Сейчас, смотри, еле-еле, да. Смотри, ну, она реально вот есть. Да, за пленочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! наверное хороший приятный судак решили немножко ночью плавить судачку отдал Васе пресерику красивого вида знаешь, что это такое? ну, я, честно говоря, догадываюсь уже это будет новый экспириенс вот поэтому, как лучше проверить чувствительность палки да плавите и в темноте, когда они чуть не видно могут даже сейчас без фонарей именно почему? чтобы четко на ощупь принимать упала-не упала коряшка, поклевка, прижимчик и прочее вот сейчас такой забабахаем легкий тест того, что, скорее всего, уже весной может быть летом появится в продажу новый экспириенс ну, коротко скажем мы ловим по одиночным корягам то есть русловым то есть никакой умной русловой ловли просто выставляемся под коряшки пробиваем, двигаемся дальше как раз здесь идеальная подача мягко кладем и очень будет интересно почувствовать будем меняться? будем конечно делать просто интересно это все делать обязательно все, давай будем все, последний заброс вот так и делаем вот так и делаем вот так и делаем на свой день вот ты веришь? вот тебе ответ почему вот такие поклевки да, двушечка прям было несколько поклевок просечки подсекаешь ничего не ловится а это просто потому что он галстуком прижимает пассивный, да иди бабушку веди сделали 3-4 заброса то есть я делал одну смену после двух забросов сейчас покруженемся, посмотрим на рыбу стоит она или двигается чтобы понимать в дальнейшем сколько у нас времени есть на забросы и соответственно будем искать снова постановки то есть сейчас пробовали выставлялись относительно далеко 20 метров до рыбы на снос да, и вообще зачастую я как раз выставляюсь 15-17 под снос но, говорю, когда очень пассивная рыба если она стоит, не движется то, конечно, иногда приходится и в корму вот эту ловлю но это такое то есть бигбейты подразумевают, да сбор рыбы с площади большая приманка крупная рыба то есть сильные вибрации и в большинстве случаев попадать в башку не надо ну, например, вот когда мы вечером поедем в одно местечко там, скорее всего, надо будет именно прямо в голову попадать то есть там и пространства мало и потому что люди говорят по-клеву нужно рыбу уговаривать ну, поглядим вот халярный рыбалка забросил себе и крути, и мебель это там не дёрг твич когда там пытаюсь выписать какую-то красивую фигуру воблером не джиг когда там это ловишь касание дна особенно на переоблегченке а еще ума не надо повесил бигбейт там, поменял 3-4 штуки захочет клюнуть клюнет не захочет не клюнет а от тебя, в общем-то, зависит намного меньше, чем в других видах рыбалки но зато интересно размер ну, вообще не соглашусь с тем, что ловля на бигбейт это примитивная ловля простая параллель, да считается, что троллинг это ловля на бензин и занимаются там самые неспособные но настоящий троллинг он очень сложный там используется огромное количество оснащений так и с бигбейтами на поверке это как вот ловля на крэнк закинул и ведешь но ведь, Кирилл, например, прекрасно знает, что на крэнке это тоже очень сложная ловля в плане подачи в плане остановок сбоев игры и так далее так и с бигбейтами есть очень много нюансов то есть казалось бы, да на поверке мы можем повлиять всего на 3 основные нюансы, да во время ловли это темп проводки заглубление да и приманка то есть вот как бы и все но если ловишь регулярно и уже начинаешь понимать зависимости то собирая вот из этих вот составляющих добавляя сбои игры добавляя подрывы добавляя смены приманок в зависимости от ситуации да банально доловить щуку на которой с которой у вас был контакт это отдельная история отдельное умение то есть в общем мое мнение что можно относиться к ловле на бигбейты как к примитивной ловле и использовать ее как ну проверка мест да но если мы погружаемся в эту ловлю и хотим ловить стабильно эффективно регулярно хотим ловить крупную рыбу то нужно погружаться и учитывать очень много нюансов узко и учитывая и учитывая вот такова мы и ждали давай ко мне не дотянет 10 грамм 8 здесь есть инструмент 12 это прям трофей до чего спасибо вот за этим и ехали она не клевала мы мучились искали ключевое самое важное найти места где живет такая щука это важно и при ловле на воблеры это важные при ловле там на джик и так далее но биг байту и ловля нас зажимает некими рамками да это глубины до силы течения и очень хорошая кормовая база и место где можно стоять это еще мы рыбу поймали с одиночной коряги фоновая глубина у нас 6 метров здесь и на большом плато есть несколько одиночных развесистых коряг то есть на 1 коряги ничего не было то есть не бели никого мы даже не вставали здесь сразу на подходе было видно что стоит крупная бель да и одна хорошая сосиска стояла за коряг причем самое интересное снова поклевка произошла под сам бортом очевидно что рыба провожала шла до самого прям конца и я бы даже сказал нам чуточку повезло потому что звонил сознание с ребятами рыба очень себя ведет плохо но 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 дяденька на самом деле давайте понимать что пик бэйт это крупная рыба вот эти там пятерки там еще чего-то которые иногда ловятся это все лирика когда ты ложишь на пик бэйт и им надеюсь на трофей то есть ну хотя бы килограмм от 8 хотя бы ну вот здесь сильно за 8 вот их принимать принимаю ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok